МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магнитогорске повысилась стоимость проезда в маршрутных такси. В Магнитку за опытом делегация из городов Челябинской области посетила ММК, чтобы увидеть, как на предприятии развивают промышленный туризм. Если не квалифицирован, не инвестирую. В России внесли изменения в деятельность инвесторов. Сразу на 5 рублей подорожал проезд в некоторых маршрутных такси. С понедельника часть маршрута к Магнитогорскам перешли на новый тариф. Теперь пассажирам придется платить за проезд 30 рублей. В администрации города заявили, что не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно, руководствуясь экономической целесообразностью, и могут изменять ее по собственному усмотрению. А перевозчики, в свою очередь, говорят, что в связи с ростом цен на бензин, газ и запчасти не собираются работать в убыток. Поэтому и повысили цены. Мнение сторон, а также что думают по этому поводу пассажиры, в нашем сюжете. На маршруте номер 10 подняли цену за проезд с понедельника. И хотя пассажиров предупреждали заранее, для многих повышение стало неожиданностью. Да, 30 уже. Еще 10 рублей. Спрашиваем пассажиров, как они относятся к повышению. Относительно стоимости газа нормально. В других городах уже давно и 35, и 40 рублей. Это где вы? Ну, я насыщена в Екатеринбурге. Сегодня 30 рублей, вот ездим. Ну, пока все довольны. Утром один женщина был, сказал, почему вы 30 рублей, другой маршрут 25. Я не знаю, я откуда знаю, я работчик, простой работчик. Мы на плану работаем. Но, конечно, не все пассажиры отнеслись к повышению спокойно. Для пенсионеров и 5 рублей лишними не будут. Тем более, если приходится делать пересадки или ездить в несколько мест. Ну, для пенсионеров, конечно, дорого. А так, это самое. Ну, ехать-то надо все равно. Ребенка вот везти мне на занятия, гимнастику, мне очень дорого. Туда-обратно. 25 и то дорого. Ну, дорого. Я сегодня делала 6 поездок, если бы по 30 рублей. Ну, это очень дорого. Но, я смотрю, не все подняли. Кто-то остался пока 25. По словам перевозчиков, подорожание проезда мера вынужденная. Этот вопрос давно назревал. Очередное повышение цен на газ стало последней каплей. Все перевозчики оказались заложниками в этой ситуации, как и по всей стране. У нас идет подорожание, прям огромными скачками дорожает все. И запчасти, и моторы, и машины, и топливо. Есть два варианта, значит, у нас обратиться к Дерибаска, в группу «Газ» с предложением не поднимать цены на запчасти автомобилей и т.д. и т.п. К «Миллеру» в «Газпром», чтобы не поднимали цены на заправках и на «Ватэк». Потому что цены не поднимали 4,5 года мы. Вот за последние полгода, в общем-то, не секрет для всей страны, газ подорожал очень сильно. К примеру, на рейсе номер 56 работают 30 машин, ходят через 10 минут. Но полными ездят только в часы пик. В остальное время зачастую перевозят воздух. Вот 4,5 года назад средний маршрут со средним количеством выполненных рейсов на заправку ходило на пропан 800 рублей. А сейчас 1800, как бы он так, по стольку, по стольку, даже все положенные 6-7 рейсов он не выполнит. И ситуация складывается так, что машины на пропане выполняют полтора рейса утром, полтора рейса вечером. И если сейчас пропан еще подорожает на 3-4 рубля, все машины, оборудованные пропаном, просто днем не будут работать, станут нерентабельно. То же касается маршруток, которые ездят на левый берег. У нас получается рентабельность в одну сторону. То есть новые квартала утром едут на комбинат. Самый первый, ранний час пик, будем его так называть. Значит, у нас народ загрузился и практически без пересадок едут на левый берег по проходным. Ну а в 6-7 утра у нас левый берег, Магнитогорск, на правый берег никак не едет. Днем ни два, ни полтора, вечером в обратном порядке. Именно поэтому, считают перевозчики, сравнение с Челябинском, где проезд в маршрутках стоит 28 рублей, некорректно. В городе Миллионники пассажиропоток в разы больше. Поездки окупаются с лихвой. В администрации Магнитогорска повлиять на ситуацию не могут. Нам прокомментировали, что в городе перевозки осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В первом случае стоимость устанавливается органами местного самоуправления с предоставлением всех льгот на проезд. У нас в городе по такому тарифу работают маршруты автобусов номер 4 и 59, а также трамваи. В них стоимость проезда строго регламентируется муниципалитетом и составляет 20 рублей за одну поездку. Остальные перевозчики, частные предприниматели работают по нерегулируемым тарифам. Муниципалитет с данными перевозчиками на конкурсной основе выдает им свидетельства о регулярных перевозках, а также определяет маршруты движения, согласно которых будут осуществляться перевозки. Стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно, руководствуясь экономической целесообразностью и могут изменять его по своему усмотрению. Повлиять на стоимость проезда в маршрутных транспортных средствах может исключительно управление Федеральной антимонопольной службой, говорят в администрации. Администрация города проводит с перевозчиками консультационные, а также иные разъяснительные работы о сдерживании тарифа, чтобы перевозчики все-таки не преувеличивали свои, как говорится, потребности, более нормы. Соответственно, стоит отметить, что у горожан всегда есть альтернатива, это трамваи. Тариф там регулируется непосредственно муниципалитетом, и который по праву можно назвать основным видом общественного транспорта в городе Микогорске. Возможно, магнитогорцы действительно пересели на трамваи. По крайней мере, ожидаемого увеличения пассажиропотока в маршрутках в сентябре не произошло. И тех объемов, которые были до коронавируса, уже не будет, считают перевозчики. Я думаю, что у людей нет денег на сегодняшний день. В связи с... Дорожая все, кроме зарплат, люди стали делать меньше движений. Я так думаю. Сергей Белов не исключает возможности, что в такой ситуации и их примеру повышения платы за проезд последуют и другие перевозчики. Магнитогорские депутаты обсудили бюджет города. На этой неделе состоялось очередное заседание. По словам заместителя главы Магнитогорска Александры Макаровой, за первое полугодие текущего года городской кошелек пополнился на 8 миллиардов 900 миллионов рублей. Израсходовано 7,5 миллиардов рублей. Таким образом, годовой показатель выполнен на 39,5 процентов. В приоритете финансирования отраслей социальной сферы из бюджета города расходы по управлениям образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения составили 5 миллиардов 600 миллионов рублей или 75 процентов в общем объеме расходов бюджета. Следующим вопросом депутаты рассмотрели изменения бюджета города на 2021 год. Так, доходы были увеличены на 132 миллиона рублей. Таким образом, доходная часть бюджета на текущий год уточнена в сумме 18 миллиардов 300 миллионов рублей. Расходная 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Довжинок отметил, что рост бюджета хоть и небольшой, но решение нужно принимать, чтобы распорядители могли исполнить свои расходные обязательства своевременно. Кроме того, говоря о работе над исполнением бюджета за первое полугодие, Александр Валерьевич подчеркнул достойный процент исполнения, особенно в части поступления налогов на доходы физических лиц, сообщает пресс-служба МГСД. Делегация, в состав которой вошли представители городов Челябинской области, посетила Магнитогорский металлургический комбинат. Ее цель – посмотреть, как на предприятии развивают промышленный туризм, чтобы потом перенять опыт. В рамках информационного тура группа побывала на одной из самых крупных домен ММК. В листопрокатном цехе номер 11 на стане 5000. Они входят в программу разработанных экскурсий в рамках реализации проекта промышленного туризма. Порядка пяти маршрутов. Это и те маршруты, с которыми мы запускались первоначально, украшение огня и стальная эволюция. Также мы разработали маршрут с посещением новой оглофабрики номер 5 и обзорную экскурсию по комбинату, плюс посещение одного из прокатных цехов комбината. Также у нас этим летом запустился маршрут «Легенды и были стальной реки». Мы вышли за территорию комбината и теперь еще ходим на катере. Но, к сожалению, эта экскурсия имеет такой фактор, как сезонность. Промышленный туризм набирает обороты, в том числе и в Челябинской области. В прошлом году губернатор подписал соглашение с агентством стратегических инициатив. Магнитогорский металлургический комбинат – один из передовиков по развитию данного направления. За время реализации проекта по стальным маршрутам прошли около 17 тысяч человек. Основным поводом визита в этот раз послужила неделя туризма. Я думаю, всем известно, что сегодня у нас Всемирный день туризма. И неделя, которая ему предшествовала, у нас была посвящена многим мероприятиям, связанным с различными видами туризма. Сегодня мы решили приехать на ММК, так как это один из передовиков промышленного туризма в Челябинской области. Уже не секрет, что у нас 27-28 октября будет форум по промышленному туризму при поддержке агентства стратегических инициатив. Также мы участвуем в акселераторе. ММК входит в одни из пилотных предприятий. Мы хотели показать коллегам из других муниципалитетов, как нужно строить экскурсии, и чтобы ММК поделилась своим опытом. После посещения металлургического комбината состоялся круглый стол. На нем участники встречи обсудили перспективы развития промышленного туризма. Оборот предприятий Челябинской области вырос за 8 месяцев 2021 года. Оборот предприятий Челябинской области составил 3 триллиона 279 миллиардов рублей. Это на 719 миллиардов или на 28 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает контрольно-счетная палата региона. Так, основная доля оборота предприятий пришлась на обрабатывающие производства и торговлю. Лидерами по приросту оборота стали следующие сферы экономики. Деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений. Деятельность в гостинице предприятий общественного питания. Профессиональная научная и техническая деятельность. И небольшое снижение оборота показала сфера операций с недвижимостью. К общероссийским новостям. В октябре заработают важные для россиян нововведения. В силу вступают сразу несколько законов. Отдельное внимание необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь не только в государственной, но и в частной клинике. Кроме того, изменения коснутся деятельности инвесторов, сотовых операторов, а также процедуры регистрации недвижимости. О них мы поговорим с юристом Евгением Емельяновым. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Защита неквалифицированных инвесторов. Что имеется в виду? Теперь не каждый сможет заниматься инвестированием? Инвестированием сейчас может заниматься каждый. Но для того, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов, применяются некоторые ограничения. То есть сложные финансовые инструменты, зарубежные финансовые инструменты, дорогие финансовые инструменты, инвесторам, которые не сдадут тест на знание инвестиционных правил, будут недоступны. Сейчас разрабатывается система тестов, и она должна вступить с 1 октября 2021 года, в соответствии с которой любой инвестор, который хочет получить квалифицированного инвестора, он может сдать тест и получить разрешение на пользование уже всеми доступными инструментами. Это сделано для того, поскольку инвестиционные компании с целью увеличить прибыль неквалифицированных инвесторов предлагают им высокорискованные портфели, которые впоследствии инвесторы могут потерять все денежные средства. Но они же не понимают, в какую историю они заходят. И, соответственно, чтобы они понимали, с какими портфелями они работают и вкладывали какие-то крупные суммы, для этого делается и вот этот тест на знание инструментов. В этом случае уже будет понятно, что инвестиции будут идти уже по пути, по которому человек сам уже принял самостоятельное решение с учетом имеющихся у него знаний. Ну а если не сдал экзамен, куда можно инвестировать? Те, кто не сдал эти тесты, могут спокойно заниматься инвестированием на российском рынке. То есть все доступные известные инструменты им будут доступны. Ограничения будут только по сложным, дорогим, зарубежным финансовым инструментам. Другим темам. Что изменилось в процедуре госрегистрации недвижимости? Да, речь идет о том, что госрегистрация будет доступна через нотариусов. Нотариусы будут больше заниматься направлением на госрегистрацию. А также доступна будет, больше будет доступна выездная регистрация. Поскольку сейчас максимальное количество мер направлено на то, чтобы сократить большое присутствие людей в каких-то учреждениях, то будут доступны выезды для регистрации на дому в таком более широком кругу лиц. То имущество, которое не зарегистрировано ранее, с ним нельзя будет проводить сделки. То есть сначала вы регистрируете это имущество, чтобы оно попало в единый электронный реестр. И после этого уже с ним можно проводить какие-то сделки по залогу, по продаже, по дарению и так далее. Ну и по третьему вопросу о предоставлении информации сотовыми операторами. Какая конкретная информация, кому и зачем она будет предоставляться? Там ситуация сильно не поменялась. То есть как ранее правоохранительные органы вправе были получать информацию об абонентах, также они и получают эту информацию. Сейчас изменилась ситуация с корпоративными клиентами. То есть ранее сим-карты могли предоставляться компании, и компания не идентифицировала, какой человек с этого телефона может разговаривать. Сейчас же и индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам, которые пользуются сим-картами по договору корпоративного обслуживания, они должны будут предоставлять информацию о том, кто конкретно использует эту сим-карту. Ну, для дальнейшей идентификации абонента уже не с позиции корпоративной компании, а с позиции физического лица, который конкретно эксплуатирует этот телефон. Спасибо. Это был юрист Евгений Емельянов. 4 октября в России начнется индексация зарплат. Традиционная прибавка коснется только некоторых сотрудников бюджетной сферы. Под традиционную осеннюю индексацию попадают сотрудники спасательных центров МЧС, социальной сферы и гидрометеологических служб, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии, испытаний Росстандарта и реабилитационных центров для инвалидов. Также в октябре повышаются оклады призывников и контрактников, сотрудников Росгвардии, ФСИН, таможни, органов внутренних дел и Федеральной фельдегельской службы. А вот педагоги, медработники, ученые, воспитатели детских садов прибавку не получат. Для них зарплата традиционно индексируется с 1 января. Добавлю, что октябрьская прибавка в среднем по стране составит 3,7%, но в регионах сумма может отличаться. Кроме того, бюджетникам проиндексируют все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада, например, доплаты за работу в неурочное время.